Приветствую вас! Высказываю вам свои соболезнования относительно потеря и мужа. Предлагаю свою помощь в преодолении травмы, которую вы, несомненно, получили в результате его смерти. И в поддержке вашей психологической в дальнейшей жизни. Потому что вам, объективно, требуется помощь в том, чтобы адаптироваться и максимально безболезненно прийти к нормальному состоянию, скажем так. Дальше. Не совсем, на мой взгляд, понятен ваш запрос к нам, к специалистам. Потому что, если бы то, что вы сказали в конце своего текста, было правдой. А именно, если бы было правдой то, что вам наплевать на своих родных, вот, то вы бы не задавали этот вопрос. Если бы вам не плевать на своих родных, я все же думаю, что не плевать, то в таком случае речь можно вести о том, чтобы раскрыть ваши обиды. Которые у вас имеет место быть. Вот. Чтобы раскрыть именно ваши переживания, вашу боль. Которая имеет место быть. И вот тогда, вы получите для себя возможность двигаться дальше. Тогда, вы получите для себя возможность идти в будущее. Пока что, есть у меня такое подозрение, что вы обманываете себя, говоря о том, что вам уже безразлично. То, что делают ваши родные. И, соответственно, вам они теперь никто. Я вам не то, чтобы не верю. Я просто считаю, что вы здесь несколько лукавит. Почему родные так поступили? И чего? И на каком основании вы от них ждали? Вот вы говорите, что, почему нельзя было когда бы промолчать и не пакостить, не оскорблять? Потому что на наши чувства всем наплевать. Вот, понимаете, вы ожидали от родных своего мужа чего-то. Вы ожидали от родных своего мужа, ну, условно говоря, каких-то действий, какого-то поведения. Но на каком основании вы этого ждали? Могли ли они вам это дать? Мне кажется, что они могли. То есть, эти люди изначально были такими, как я. Нет, но ваши ожидания от них почему-то были другими. Вот, вопрос заключается в том, почему. Дальше. То есть, ваши ожидания, ваши вот, ваши представления, то, что привело вас к обидам на них, нуждаются в корректирование. Это первое. Второе. По разным причинам родственники могли это делать. Может быть, они так переживали и переживают свою обиду, свою горечь утраты. Вот. Может быть, есть какие-то другие причины. Например. Эм. 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 Ну, просто-напросто себе дороже. Эм. 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 вы, понимаете, вот, кроме того, никто не может оскорбить вас, если только вы сами себя не оскорбляет, никто не может оскорбить вас, если вы сами себя цените, если вы сами себя любите, если вы сами себя уважаете, никто не способен этого сделать, а так получается, что вы в некотором смысле прикладываете ответственность на них за свою боль, которая у вас безусловно имеет место быть, конечно, но которая нужна прижить вам и только вам. Значит, родственники, вероятно, имели изначально что-то против вас, мне так вот кажется, что изначально ваши родные имели что-то против вас и изначально не одобряли они выбор, ну, мужчины, вот, и не хотели, чтобы вы были, ну, чтобы вы были вместе, вот, я так думаю, по крайней мере. Отсюда и их такая вот негативная крайняя реакция на вас, то есть, по сути, их сдерживал раньше только муж, когда муж не стал, не стал, а соответственно, чтобы у них исчез сдерживающий фактор. Вот. Значит, писать, говорить гадости, унижать, как будто на меня повесили вину в его смерти. Ну, хорошо, я вообще ни при чём, меня там не было. Ну, вот тут вот очень странно звучит, да, то есть, я вообще ни при чём, меня там не было, типа, если бы вы там были, то вы были бы при чём. Вот есть ощущение, что вы, как будто вы боретесь с чувством вины. Есть такое ощущение, да, что вы сражаетесь с чувством вины внутри себя, есть такое ощущение, что вы боретесь с чувством вины, вот, есть такое ощущение, что вам, ну, как-то вот неприятно, вам не по себе так. Вот, то есть, понятно, что вы переживаете по тех потерям мужа, это естественно, но такое ощущение, что вы боретесь вот именно с чувством вины. И основная проблема ваших родных заключается в том, что они вот просто заставляют вас сомневаться в том, что вы, ну, как бы ни при чём. Я их заблокировал и не общаюсь, ну, это ваши правила, в принципе. Ведь я всегда была с ним, поддерживала, забыть вас, была с ним, когда никого не было, его родственники в целое время пренебрегали им и с нахуй общались. А при чём здесь это? К чему вы это пишите? Зачем? Ну, как раз, слововая нагрузка. Ну, если вы хотите оправдать себя перед нами, но зачем? Для чего? Дальше они распустили придуманные слухи обо мне, во всем знакомых моего мужа и их родные. Теперь меня все не любят, а их уважают. Ну, а вы подумайте, если эти люди так быстро поменяли своё мнение о вас, то... Имели ли они к вашу... По отношению к вам когда-то свои собственные представления. Были ли у вас с этими людьми, с теми, кто поменял сейчас отношение к вам, хорошее отношение? Знали ли эти люди вас? Вот если бы они узнали, они бы так никогда не подумали, верно? Либо это очень внушаемые люди. Так, хотя они даже никогда не пытались поговорить со мной и узнать мою правду. А что есть правда в планах? Что есть ваша правда и что есть правда других людей? Правда это только человек. То есть, человеческая, у каждого человека правда своя. Вы это видите по-своему, они это видят по-своему, это нормально. Никакой... Никакая ваша правда не способна перебить их правду. И наоборот. Потому что все люди разные, смотрят на одно и то же по-разному. И... Ваша правда, ваша правда, это ваша правда. Вопрос в том, что люди меняют мнение о ком-то под воздействием слухов, под воздействием мнений других людей. Вот что важно. Я больше знаю, чем его родные. Ну, тут опять же, знаете, какая-то такая детская борьба. Я знаю больше. Нет, вы не можете знать больше. Вы знаете что-то, чего не знают родные. Да, но и родные знают что-то, чего не знаете вы. Все родные мужи теперь делают вид, что у меня и дочки наши не существуют. Наши... Это... Ваши и мужа, я так понимаю. Еще мне не давали документы о смерти мужа. Специально сказали, что мы никто и не получим документы. Ну тут ощущение, что вы просто жалуетесь на них. Еле-еле оформила слома с ребенком. И никто не задумывался, как было плохо. В общем, это самый близкий человек. Почему нельзя было, чтобы промолчать, не бэкс, не оскорблять. Раз уж на наши чувства, все наплевать. Ну, здесь опять же такая какая-то жертвенная позиция. Т.е. вы ждете отходить из того поведения, которое они, возможно, не способны вам дать и предоставить. Я остался одна с ребенком. Это сильная моральная рана и физически трудно было. Почему они так с нами? Вы предлагаете, чтобы мы порасуждали, почему эти люди могли так поступить с вами. При этом не зная их или зная только то, что вы рассказали. Потому что в этом тексте не особо много информации о них. Обидно было очень. В общем, сейчас они уже безразличны. Никаке нам больше не приходится. Ну, знак услышания доказывает обратно. Светлана. Вот. Я думаю, что вам нужно перейдеть свое чувство. Я думаю, что вам нужно перейдеть смерть мужа. Обиды на родственников. Все это нужно перейдеть, выплакаться. Возможно, побить слабой. Вот. И тогда уже можно двигаться дальше. Так получается сплошной самообман. Вот. Вы извините, конечно. Выглядит так, что вы себя просто сама обманываете. Выглядит так, что вам больно очень нутристо. Обязаетесь по-прежнему. Но вы делаете ведь, что вам уже плевать. Вот. Эта позиция может быть и распространенная среди, так сказать, людей современных. Но об эффективности ее находится под большим вопросом. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи! 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 Удачи!